Ивановский регион занял первое место в рейтинге по количеству почетных доноров. Их в области на каждую тысячу жителей приходится 11. Благодаря этим людям медики ежедневно спасают человеческие жизни. Постоянные гости станции переливания крови говорят, что главное в донорстве начать. Первый раз, наверное, как обычно, как все начинающие. Помню, на работе коллега попросила ему или его родителям, срочно нужно было сдать кровь. Мы с ребятами на работе собрались, пришли, сдали. А потом просто стал ходить сам сдавать для себя. Каждое утро на станцию приходит около полусотни человек. Перед первым визитом на каждого донора заводят карточку, где есть информация об истории болезни и группе крови. Если с анализами все в порядке, то в соответствии с показаниями врача можно сдать определенное количество крови или плазмы. Как правило, все хорошо, потому что происходит все в нашей обстановке. Очень удобное кресло, в положении лежа. Поэтому, как правило, все заканчивается очень хорошо. Даже если есть какие-то небольшие осложнения, бывает иногда падает давление, но донор от нас уходит в с удовлетворительном состоянии, с хорошим самочувствием. После того, как биоматериал собран, специалисты-медики готовят его к дальнейшему использованию. Сама по себе чистая кровь в медицине используется крайне редко. Ее разделяют на плазму и форменные элементы, после чего замораживают, чтобы увеличить срок ранения. Сделать свой вклад в банк крови никогда не поздно. Если у него есть желание попробовать быть донором, он приходит, собирается силами, внутренним духом и приходит, сдает. Потом, когда он сам почувствует в себе, что это безболезненно, это пользу даже приносит организму, тогда он приходит в следующий второй, третий раз. Статус почетного донора присваивается после 60 сеансов сдачи плазмы или 40 крови. Помимо уважения таким людям полагается и определенный набор льгот, которые определяют региональные власти. В Ивановской области почетный донор ежегодно получает чуть более 13 тысяч рублей. Максим Серебряков, Денисов, ОТВ «Иваново».